Ну что, сегодня мы на хайвее, давайте вместе с нами проедемся, покажу вам пару принципов езды. Мы с вами, да, мы из такого медиума, из такого, знаете, постсоветского пространства, где очень важно уважать друг друга. Что ты палишься, блядь! Очень важно уважать. Сука, блядь! Овца тупая! И вот в этом принципе уважения очень много заключается. Ради этого принципа мы готовы... И меня многие спрашивают, хей, Женя, а как в Канаде вообще с этим, с респектом? Как у них вообще с уважением друг друга? Ну вот здесь огромнейшая, конечно, разница. Здесь не ты уважаешь, а тебя уважают. Так как я еду сейчас на работу, тороплюсь, у меня аппаратура, голова вообще, блин, стресс полный, то они все знают, они видят меня на датчик. Есть у всех такой софтвер, аппликейшн, где они видят, кто шофер, стрессат, быстро торопятся. Им датчик показывает, да пип-пип-пип, он, он сзади, он сзади. Они сразу меняют лейн. Если кто-то из них не зарядил или не переустановил этот софтвер, то я его так обмотаю матом-перематом, что ему мало не покажется. То есть они все должны понимать, что не они на дороге, а я тороплюсь. То есть они все должны понимать, что еб***ь мой хуй, блядь, тороплюсь. Вот в этом и заключается канадский респект на дороге. Дорогие друзья, если вам тоже такое происходит, если вы тоже ездите много на хайвее, давайте внизу ссылку в описании или давайте там комментарии какие-то напишите, как вы себя чувствуете. 120, 130, 140, какое у вас вообще давление, когда вы на хайвее. Огромное вам спасибо, приятного мне пути, а вам хорошего, собственно говоря. Субтитры сделал DimaTorzok